Депутаты, коллеги, жители города Пушкина. Я постараюсь быть кратким. Мы сегодня обсуждаем внесение изменений в устав, но вместе с тем мы обсуждаем проведение административной реформы. Как поставил задачу губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев, административная реформа должна проведена быть в кратчайшие сроки. Ее задача это обеспечить доступность власти для народа, обеспечить управляемость и снизить неэффективные расходы. Сподвигнуло это губернатора послание президента федеральному собранию, где президент четко указал на те проблемы, которые сегодня есть в муниципалитетах, в субъектах по всей России, не только в Московской области. Это проблема в дисбалансированности полномочий, те которые есть на местном уровне, и финансовых средств на исполнение этих полномочий. Все вы прекрасно знаете о чем идет речь. А как жители на себе испытывают это? Жители испытывают очень просто. Количество жалоб и обращений растет, причем в том числе повторных. Жители пишут в администрацию района, в администрацию города. Получается, письма с одного уровня отфутболиваются на другой. А получается, почему это? Потому что у одного руководителя порой нет денег, а у другого нет полномочий. А мы с вами, все-таки коллеги власти, должны работать для людей. Так вот, то, что сегодня административная реформа будет проводиться, ни у кого нет сомнений. Правительство Московской области и аналитики провели анализ. За последние 10 лет в Московской области численность чиновников возросла в 41 раз, а затраты на их содержание в 7 раз. Разве это допустимо? А это деньги налогоплательщиков. Поэтому, безусловно, мы видим определенные плюсы в объединении администраций. Численность муниципальных служащих будет сокращаться. Будут сокращаться дублирующие функции. Восвобождение средств будет достаточно колоссальным. Эти средства можно будет направлять на социальные программы. Профессионалов и тех, кто работает в администрации города Пушкина, безусловно, вы обеспокоены тем, что будет у вас завтра работа или нет. Так я вам могу сказать однозначно, что для профессионалов, тех, кто на месте, работы предостаточно. Поэтому я за поддержку инициативы Совета депутатов города Пушкина. Нужно двигаться в этом направлении. Спасибо. 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 Спасибо.